Итак, приветствую опять, дорогие друзья. Ливон Лубобян обратно к вам. Сегодня у нас 7 ноября 2023 года. Вещаю из Нью-Йорка, как всегда. Сколько у нас времени? Ну, где-то около половины первого утра. Уже некоторые мои друзья, ребята стали спрашивать, почему я не делаю свои видео. Вы понимаете, я быстренько мог бы объяснить, почему я не делаю такое количество видео больше. Потому что все с такой скоростью развивается. И такое количество безобразных дел случилось с моим народом, что я, честно говоря, я просто не справляюсь с потоком информации и моей неспособностью довести до масс армян, в буквальном смысле моей неспособностью довести до масс армян, элементарные идеи, которые у меня есть. Среди них очень много серьезных идей. Воспитаны ли эти идеи тем фактом, что я американец? Нет. Они сидят во мне без того факта, что существует Соединенные Штаты Америки или не существует. С тем фактом, что существуют основополагающие идеи и принципы гуманитарного, социального, цивилизованного существования человечества, которые отсутствуют у большинства людей на планете Земля и у большинства государств. Хотя каким-то образом, я не знаю каким, многим этим государствам на сегодняшний день удалось создать полевую завесу культурного, социального существования и прогресса и так далее, и тому подобного, которое вызывает очень много вопросов. У меня, кстати, по этому поводу был недавно такой довольно конфликтный разговор с очень близким моим человеком, с чата Арцах 44, который задавал очень жесткие вопросы, на которые было трудно ответить, потому что все, что он спрашивал, было до такой степени правдой. Итак, ребят, сегодня я хотел еще раз сказать большое спасибо Ютубу, большое спасибо нашему Ютубу за то, что Ютуб, нашему Ютубу, мы же пользуемся им, предоставляет возможность нам, простым людям и еще кому-то ни было, обмениваться своими идеями, ну, кому-то делать глупые заявления, что там надо всех уничтожить, там, зарезать, зарежу, зарежу, голова отрежу и так далее. Вы понимаете, ну, каждому свое, ну, мир дикий, ну, мы никуда деться не можем, вот поэтому Ютуб просит нас вести себя нормально. Мягко говоря, полиция Ютуба, его службы, которые прослушивают нас, они просто просят людей, Баранкин, будь человеком, а Баранкин человеком не хочет быть, ни Баранкин, ни все остальные. Это очень серьезно, это серьезно, и все остальные. Так вот, я благодарен Ютубу за то, что он предоставляет нам эту возможность. Я вас очень прошу, пожалуйста, не возвращайте мне свои комментарии в том виде, против которого возражает Ютуб. Вы понимаете, во-первых, обратите внимание, я вам не отвечаю на ваши дурные комментарии, это раз. Во-вторых, вы обратите внимание, как бы я не хотел сохранить ваше плюралистическое, невежественное и дикое мнение для того, чтобы, ну, это был бы обзор, чтобы все видели, с чем я дело имею, например. Я иногда вынужден вас удалять. Не обижайтесь. Ну, вот вы видите, вы сами к этому ведете. Итак, мне есть слишком много о чем говорить, и я не политический обозреватель, я не блогер. Я Ливон из Соединенных Штатов. Я был, есть и буду Ливоном из Соединенных Штатов, армянином, который безумно любит свой народ, безумно любит свободу и справедливость, безумно любит добро, безумно любит цивилизацию, безумно любит и уважает законы. Законы. Поэтому сегодня передача будет в тезисном порядке, для того, чтобы не перегружать вас, дорогие друзья, и не давать вам идею, что вот я так сказал, вот ты так будешь думать. Нет, нет, не дай Бог. Я вам буду давать заголовки потенциальных видео, которые я могу сделать в ближайшее же время. И для меня это, между прочим, может быть завтра руководством для создания отдельных видео. Вы можете сказать, Ливон, вот ты сделал тезис такой-то, нам очень понравилось, ты не мог бы развить его. Я с удовольствием, ребят. Чтобы, понимаете, чтобы включить, вот там у вас, вот тут, вот какие-то центры есть, когда вы отходите от этого, от кофе, от ругачек со своей женой, или наоборот, своим мужем, и вы слышите голос разума. Касаясь армян, здесь другой еще момент есть, не только голос разума. Я не думаю, что армян голос разума превалирует над голосом души. Вот хотите, обижайтесь, хотите со мной, ругайтесь, скажите, да ты что, ты козел, ты. Ребята, я уверен, я вот то, что знаю по поводу наших армян, и, наверное, я знаю это по поводу себя, хотя мое разумное отношение к вещам находится как минимум не в противоречии с моей душой. Но у армян их душевный порыв, их совершенно чистый, совершенно чистый, божественный душевный порыв, который в них во всех сидит, он так выпирает наружу, что в результате разум, который должен контролировать это, он немножко отступает назад, и вот вы видите, армяне в душевном порыве друг с другом сталкиваются, хотя ни один из них, как правило, ни один из них не является плохим человеком. Я вам ответственно заявляю, самый Лопаз, который вы знаете, наорай, я тебе зубы, самый Лопаз, он самый мой золотой и дорогой. Вы только достучаться до Лопаза не можете, вы не можете понять, что у него вот это вот, это вот, вот это вот, от его неспособности, понимаете, в этом мире оперировать и быть тем, кто ему на нос выше, армянином. Нравится кому-то, не нравится кому-то. Да, разум не превалирует, превалирует эмоции и душевная чистота, которая рвется наружу, разрывает все. Откуда эти эмоции идут? Эмоции-то откуда идут? Ребят, вы знаете, мы говорили на эту тему. Так что не злитесь на меня, пожалуйста. Не злитесь и не торопитесь со своими глупыми высказываниями. Слушайте, что вам говорят те, у кого эмоции, душевный порыв сначала, сначала, потом эмоции, и разум, они где-то, это у меня. Ну, слушайте, я иду в тезисном порядке, а вы, вы возвращайте свои мысли, если хотите. Департюра от нас. Значит, необыкновенное событие, которое я бы назвал бы на английском Centennial Event, событие тысячелетия, скажем, то, что целый народ, маленький, но целый народ, как один встал, поднялся и ушел с территории, на которой его предки находились неимоверное количество лет, скажем так, чтобы вы не придирались. Вы где-нибудь в истории подобное о чем-нибудь когда-то слышали? Мы слышали о том, что этот изверг Сталин в один день взял, поднял чеченов и вывез их из своей страны. Чечены сами не уехали. Кстати, чечены, я не знаю, как вы к нам, армянам, относитесь, но не забывайте, кто вас вернул обратно в Чечню. Армянин. Фамилия его. Микоян. Не забывайте, кто ваши благодетели и кто пошел против этого изверга Сталина, Микоян, и вернул вас домой. Не забывайте об этом и не делайте вид, что этого не было. Так друзья мы ваши или нет? Думайте сами, чечены. Я вас очень уважаю, кстати. Очень уважаю. И очень скорблю по беде вашего народа, потому что я не думаю, что такие замечательные ребята, как ваши ребята, заслуживают то, что с вами сделали. Дальше. Этот феномен выезда армян с Арцаха это что-то такое, о чем я должен делать отдельную передачу. Потому что там столько углов, там столько игроков задействовано. Смотрите, мы оставили с носом этих духотворцев, у которых была единственная причина, под которую они предполагали нахождение в Арцахе, защита армянского населения. Ах вы, ах вы, ах вы, ах вы, противно на вас смотреть и о вас даже говорить не стоит. Вы не солдаты, вы не русские. Вы забыли память русского солдата. Вы для меня никто миротворцы, а? Вы миротворцы? Да вы не люди. Поняли вы кто? Вы не люди. Вы продали честь русского солдата. Кому? Вот те, кто не продал, они их убили, эти изверги. Вы знаете, да, как их убили? И за что? Вот это люди, а вы брази. Потому что, если бы вы были бы людьми, вы встали бы. Вы встали бы, как мужики, а вы не встали. А армяне вам это сделали. Они ушли оттуда. Идея совершить то преступление, что в 1915 году сделали, с позволением всего мира, с позволением всего мира, сорвало здесь. Кончил. Уходим дальше. Вы помните этот фильм Silence of the Lambs? Молчание ягнят. Помните? Он перекликается, он перекликается в дьявольской интерпретации своим вопросом. Silence of Armenian Apostolic Church. Молчание армянской апостольской церкви. Что вы наделали? Что вы, армянская апостольская церковь, натворили? Вы перестали быть лидерами армянского народа? Вы нас предали? Вы не нас предали, вы Христа предали. Нас вы предали? Да пошли вы. Вы предали Христа. А это вам аукница. Вы предали Христа лидеры армянской апостольской церкви. Где вы? Вас нет. Следующее. Вы все прекрасно понимаете, что на пространстве Чингисхана, Монголо-Татарской империи, Российской Федерации существуют законы Чингисхана. Взятки, убийства, подходимничества к ногтю. А если не так, мы тебя забьем. Ребят, вы прекрасно знаете, о чем я говорил. Ничего в этом дурного нет. Знаете почему? Потому что, если это было такое дурное, оно уже исчезло, оно еще есть. То есть, все постсоветское пространство это Чингисхан. Это вот эти вот наследники этой Монголо-Татарской Орды, от которой все, кто может, у кого чуть-чуть что-то здесь есть или вот тут. Они бегут от этого. Кроме армян. Армяне от этого не бегут. Но это отдельный разговор. Я вам когда-нибудь объясню, если вы захотите, почему армяне три миллиона до сих пор живут в России. Я вам объясню, почему. Но только не потому, что они хотят быть частью Монголо-Татарской Орды. Тут другой механизм работает, который не подвластен всем остальным. Армяне живут не только там. Армяне живут даже в Турции. Так что давайте об этом отдельно поговорим. У меня вопрос такой. Вот люди воюют друг с другом. Ба! Бу-бу! Самолет разбомбили, размяли, привели. Ух! Факт войны, факт агрессии, факт изничтожения человеков. Существует он или нет? Ну как нам армяну, как ни другим, не знать, что он существует. На своей шкуре, на своей коже мы это познали. Так вот у меня к вам вопрос. Всем. Любят ли армяне воевать? Я недавно этот вопрос задал на чате. Арцах 44, кстати. Это мой дорогой чат, это мои дорогие любимые люди. Все от и до. Это моя кровь, это моя боль. И это мой чат, на который я буду приходить и буду всегда с ними. С головой опущены вниз, если понадобится. Ну я пришел и задал такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, любят ли армяне воевать? Ну там вылезает молодой человек и говорит, ну меня же не знает, он понятия не имеет, с кем он говорит. Вы знаете, что там очередной наш армяне всегда будут защищать свою землю. Я говорю, что прекрасно, а я тоже так думаю, я сегодня вот сидя здесь, сейчас разговариваю с вами, я защищаю армянскую землю. Я вам другое говорю. любит ли армянский биологический тип убивать других людей, воевать? Доставляет ли это ему удовольствие в массовом порядке? А вы мне говорите в упрек, что мол, ты хочешь сказать, что армяне трусы что ли? Ты вообще, ты брат. Вы понимаете, я говорю, что вы говорите? Опуститесь на землю. Вы мне скажите, греки, итальянцы и армяне, ирландцы, потомки друидов, они любят воевать? Да или нет? Они хотят убивать других людей. Вы мне скажите, скандинавы сегодняшние, вчерашние звери тысячи лет назад, они любят воевать? Да или нет? Вы получите ответ однозначный. Нет. Они не любят воевать. Почему? Потому что хватит уже. Потому что они попали в новую цивилизацию. Этот человек, он развился до того, что он больше убивать не хочет. Но его заставляют защищаться. Правильно. И вот тогда, когда доходит до защиты, он защищается настолько эффективно, что то, что нападает, бежит, скажем, от ста человек бежит 10 тысяч. Хорошо? Вот это мой ответ. Да, армяне не любят воевать. Да, армяне не любят воевать. Да, армяне не любят убивать. Да, армяне хотят хорошо жить. Та, что ж, развлекаться? А итальянцы нет? А греки нет? А исландцы нет? А шведы нет? Скажите, кто не хочет просто спокойно жить? Ну, у армян есть еще одно. Армяне хотят созидать. А потом отдавать другим бесплатно. Вспомните Месропа Маштодца. Самый примитивный, самый конкретный пример. Месроп Маштодц. Он сумел с помощью или Всевышнего, или еще чего-то создать армянский алфавит. А потом он создал два алфавита. Вы прекрасно знаете, кому эти алфавиты пошли. Правда? Ну, хорошо. Я к примеру говорю. Я больше ничего не сказал. Я дальше не хочу ничего говорить. армянам доставляет удовольствие распространять цивилизацию. Ну, зарубите вы себе это на носу армяне. Это ваша задача и это квалификация людей с высочайшим интеллектом. В 17, 18, 16 столетии, которые описывали необходимость присутствия армянской расы на этой планете. Распространители цивилизации, запомните это ради Бога. Слушайте дальше. Остановлюсь здесь по поводу кое-каких книг, которые я сейчас вам приведу. Пример. У меня был вопрос к нашему замечательному Гевондо, нашему святому отцу. Когда приблизительно первые армяне осели Иерусалим. Я хочу, чтобы все, кто слушает меня, и те, кто нас по какой-то причине пока еще, пока еще, кстати, ненавидят, поняли бы, что эта раса осела в Иерусалиме в 3-4 веке. Дальше, когда пришел Мухаммед, когда пришел великий Мухаммед, великий пророк Мухаммед, который увидел этих замечательных людей, живущих в Иерусалиме на святой земле, это он, великий пророк Мухаммед, даровал им земли Иерусалима. Вы что думаете, армяне владеют частью Иерусалима, потому что они завоевали его? Они что, крестоносцы какие-то? Они кровь лили кого-то? Или это было даровано им свыше, через руки потрясающего человека древности, пророка Мухаммеда? Успокойтесь, вы найдите мне еще один народ, немусульманский, которого благословил бы сам пророк Мухаммед. Идите, ищите его. Поэтому мы в Иерусалиме, ребята, даже после того, что мы там осели совершенно естественным образом в 3-4 веке. Думайте, думайте, ребята. Хотел что-то сказать по поводу армян. Армяне несут в себе тот необыкновенный запас, духовный запас, этический, нравственный, о котором они в силу своей неспособности выражать себя словами, но они не выражают, но они несут в себе колоссальный, это колоссальный источник добра армяне. Но им случилось по той причине, по которой случилось, и я не историк, я не политолог, я не этнограф, я не геолог, ради Бога, я Ливон из Соединенных Штатов, я армянин до мозга костей, который вам говорит, им случилось быть носителями высочайшего русского, русского душевного состояния. А вы скажете, это неправда? А? Я на этом хочу остановиться. И еще случилось следующее, это относится к вам, упырям и невеждам русской национальности, людям, у которых не хватает элементарного понимания, что единственный народ на этой планете, который всегда с уважением относился, и сегодня продолжает внутри себя относиться к вам, это армяне. что же вы вытворяете с нами? А? А дурики вы! Что вы делаете? К вам идут с душой, со спорчетными объятиями, женятся на ваших женщинах, производят детей, которые принадлежат и армянам, и славянам. Что вы делаете? Вы народ, который обречен, вы исчезнете. Вы знаете это? Вы исчезнете, потому что вы даже не понимаете, кто ваш друг, а кто ваш брат. Вы говорите ваш друг и брат флот и армия. У вас очень сильная армия, очень сильный флот. Дай Бог вам здоровья. Будьте здоровы. Следующее. Вы понимаете, какая штука христианства? Это религия. Потрясающая религия. Так же, как и богометанство. Потрясающая религия. Так же, как и чистый иудаизм, который был создан как потрясающей религией. Буддизм. Понимаете, с глубочайшим уважением к религиям мира, с почтением и с поклоном головы к религиям мира. Но я христианин, я крещеный, я говорю о христианстве. Христианство это не только религия, она является универсальной, объединяющей силой моральной, этической, культурной, эстетической, верховной, который помогает углубить самые интересные аспекты этические человеческого развития. Вы понимаете, что такое христианство для нас, для армян? Не для вас, для русских, не для вас, для англичан, не для вас, немцев, французов. Вы христианство, вы недавно его приняли, а? Ну, русским, кто христианство помог приобрести? Ребят, ну, не кривите душой, опять эти проклятые армяне, а? Не кривите душой, посмотрите, кто вам помог принять христианство. И даже это вас, невест, на сегодняшний день не уберегло от кошмара, который вы окунули в свой народ и все народы вокруг себя. А особенно обидно, что вы окунули в этот кошмар людей, которые вас так любили и так вас принимали душой своей и являлись наследниками, частичными наследниками вашей духовной цивилизации. Что вы натворили, что вы наделали, бездумные вы? Итак, хотел бы вам дальше сказать следующее. Я концентрирую ваше внимание на вещах которые, как говорится по-английски inevitable, а их невозможно остановить и их невозможно отрицать. Итак, великие лидеры мира, которые нам известны Ганнибал, Чигисхан, Тамерлан, Атилла, Александр Македонский, кто там, Наш Тигран, Наш Тигран, Наш Тигран великий, кто там дальше, ребят, все эти персидские цари, там, Дарий такой-то, помните, да? Наполеон, да, ребят, вот сейчас мы пришли в наше время, Сталин, Гитлер, да, Ленин, всегда со мной, Та-та-та-ра-та-та, Та-те-те-те-те-те-те. Ребят, они создали империи, мощные, могущественные, которые все кругом давили. Вы мне хотите сказать, что то, что та сила, которая была заключена в этих индивидуумах, это сила человека? Вы хотите, вот вы человек, я человек, вы хотите сказать, вот во мне, или в таких десяти, как я, достаточно силы, энергии, интеллекта создать то, что сделал Сталин? Но ответьте себе на этот вопрос. Вы понимаете, что это невозможно, не может человек быть таким великим. Тогда что же его создало? Вы сами себе ответьте на вопрос. Его создало то, что его создало и привело к власти и дало ему возможность сделать то, что он делал. Внимание! Ровно после того, когда этот лидер по той или иной причине исчезает, то есть его убивают, как правило, их, как правило, убивали всех, его отравляют, что-то с ними случается, или они оказываются умнее всех, такие, допустим, как товарищ Гитлер, по всей видимости, который сумел с помощью той мировой элиты, которая его привела к власти, избежать этого и спрятаться. Ему дали гарантию. Вы помните Divine Right of Kings? Вы не помните, нет? И вы помните данные сверху права королей? Вы не помните мою лекцию по этому поводу? Напрасно! Напрасно! А вы уверены, что Саддама Хузей убили? А вы уверены, что Муаммара Каддафи убили? Вы видели это своими глазами? А вы знаете, может, что они где-то находятся на данном этапе, потому что они отработали, выполнили свою функцию и вот потом их изъяли, послали туда, где они будут доживать свой век? То же самое или произошло, или произойдет со всеми лидерами. Ребята, успокойтесь! Практически со всеми лидерами, потому что им дают гарантии, им говорят, будешь делать то-то, то-то, а потом мы тебе дадим то-то, то-то, и ты доживешь свои дни. А вы думаете, что они все такие храбрые? Вот возьмите этого там на Вапшироне, вы думаете, он такой храбрый или тот, который там этот, одна нога в могиле в Турции бякает, или вот наши этот самый журналист. Вы что, ребята? Ребята, очнитесь! Так вот, все они до одного, как только они уходили, их структура автоматически сыпалась. Почему? Ведь это там такой государственник, потому что они управлялись извне. Поймите, их держало что-то извне, и вот этот извне, когда теряло через них контроль над ситуацией, тогда структура рушилась. Дайте мне другой аргумент. Поэтому, когда журналист отойдет от власти, вот это вот колдовство, которое наложили, вот это облако колдовства, которое наложили на Армению, оно исчезнет. То же самое произойдет там, вы знаете где, и там, и вы знаете где. Вот смотрите, вот Армения, вот там, вот там, вот там, и вы знаете где. Поняли? Только не говорите мне, что личность управляет историей. Прекратите! Прекратите! Вы знаете, что историю управляет, то, что управляет. У вас на всех кресты, вы же в церковь ходите. Неужели вам непонятно, что существуют очень страшные силы, которые управляют этими процессами? Непонятно! Теперь я хотел бы с вами поговорить о чем-то очень интересном. Ребят, вот я живу здесь в Соединенных Штатах, я хочу в очередной раз с вами поделиться огромной проблемой. Я живу здесь в Соединенных Штатах, это потрясающая богатая страна, эта страна до определенного уровня, для простых людей, как я и остальные, это рай на земле, понимаете или нет, для тех людей, которые хотят трудиться и быть честными. Больше тебе ничего не нужно. Тебе нужно быть порядочным человеком и трудиться уметь. 40 часов в неделю не получается, не проживешься 40 часов. Тебе надо пахать. Все дорого и очень хорошо, потому что тот, кто не может так жить, ну, это твое дело. Армяне могут. А живут ли армяне здесь все по закону и так далее, это другой разговор. Я сейчас веду вот куда. У меня есть колоссальное вам предложение. Я обратил внимание, причем на своей собственной шкуре, о том, что здесь система образования, школьного образования, не высшего образования, не путайте, в такой степени катастрофическая, что наши дети уже порядка 14 лет, к сожалению, превращаются в массовом порядке наши американские дети, превращаются во что-то совершенно непредсказуемое. Это социально-экономическая система, это колоссальное благополучие, колоссальное процветание. И отсутствие механизмов, которые могли бы помочь детям получать шикарное образование, хотя образование бесплатное, создали катастрофическое положение в стране для тех, кто не в состоянии уговорить своих детей оставаться людьми. Понимаете, да, меня? Мы имеем здесь, вот с этими тенейджерами в возрасте уже 14 лет и дальше колоссальные проблемы. Я не буду вдаваться. Если вы об этом не знаете, очень плохо, почитайте, у меня времени нет на эту тему. Это катастрофа, вы понимаете? Это катастрофа. Я лично, я сегодня, как говорится, если бы я был такой умный, как моя жена потом, я бы своего саркиса, которому сегодня уже 17, 14 лет, любой ценой отправил бар, даже на Украину, тогда там войны не было, мать украинка, или в Армению, родственник, чтобы он там жил, он находился посреди людей себе подобных, в той благополучной, духовной, культурной среде, да, там мало денег, да, там нету BMW, и так далее, там нету черной икры на столе каждый день, но там есть человеческое, нормальное, наше, культурное существование, наше. А вот здесь, в Америке, это ихние, и причем это ихние, меня это не должно никак задевать, с большим уважением к тому, что здесь есть. Но у меня был шанс отправить моего саркиса туда, чтобы он жил бы среди себе подобных, и был бы похож на них, и не только говорил бы по-армянски, но он и вошел бы в эту культурную среду, которую в воздухе. Вы думаете, что вы все знаете о том, как устроен человек, как работает его биология, как работает его психика, как на психику давит среда и воспитывает в человеке человека, а не идиота. То есть, я вам говорю про свою семью, про свою... Если бы я был такой умный, как моя жена потом, ось саркис вырос бы в Армении или в той же Украине, в селе пускай, неважно, но вырос бы среди себя подобных, и он увидел бы, что кусок хлеба это довольно тяжелая вещь, он знал бы, что у него папа, который живет в Америке, который кормит его и кормит всех тех, у кого он живет, и он бы больше понимал бы, он больше понимал бы, что такое боль и его народа. Вот тот путь, по которому мы, преступники, родители, которые живут здесь, не идем. А власть в Армении не стимулирует приезд наших детей туда, потому что они будут бояться наших детей, они будут думать, что наши дети приедут туда, чтобы у них отнять кусок хлеба. Они не думают о том, что наши дети пропадают здесь. А вот тогда произойдет симбиоз культурный, того, что американцы, которыми является Саркис или какая-нибудь девочка Рита Элеонора, которая приезжает в Армению и учится последние два-три года в школах в Армении, изучает армянский язык, узнает армянский, они как губка впитывают это все. Дети армянские, находясь там, они будут в контакте с этими американцами, французами, англичанами, немцами армянского происхождения. Там появляются контакты, родители вынуждены приезжать в Армению, не ехать на Багамы, и не ехать в Португалию с Испанией, посидеть и покурить. Нет, они приедут туда, там, где их дети. Вот теперь смотрите, преимущества. Деньги, пассивные деньги, в размере, скажем, тысячи долларов в месяц, отсюда начинают идти туда. Тут и на питание, тут и на образование, тут и на то, на какие-то развлечения, тут и на то, чтобы одеть и обуть друзей, товарищей, бедных семей моего Саркиса. Вы меня понимаете, что я говорю? Мы армяне, нам не надо друг другу это говорить. Мы это делаем автоматически. Я здесь, в Америке, говорю, Саркис идет куда-то с детьми, я говорю, слушай меня, слушай меня, пойдешь все купишь и угостишь всех. Папа, здесь так. Я говорю, слушай меня, ты делай то, что принято у армян. Ты делай то, что принято у нас. Мы даем, мы рука дающая. И никогда не жалей об этом, когда ты кормишь других. Вы представляете? Самолетные сообщения. Новая армянская авиационная компания, которая будет занята тем, что сотни тысяч армянских детей со всей диаспоры будут привозить в Армению, чтобы они, дети в России, что вы там держите своих детей? Вы что делаете? Везите их в Армению в возрасте 14 лет где-то. Пускай получают там образование. Вы, вы, Тамара, Краснодарь, у меня все дела. Ребята, ребята, вот вам возможность пассивным образом помогать Армении экономикой. Тут развивается, тут развивается, пожалуйста, производство продуктов питания, общепит. развивается образование, развивается контакты между детьми, между семьями. Тут полеты этих самолетов, ребята, тут армянская компания авиационная, которая вдруг начинает пользоваться пассивной поддержкой нескольких миллионов армян со всего мира. Вы меня слышите или нет? А куда идут доходы этой компании? Вы меня понимаете или нет? Потому что появляется больше рабочих мер. Вы не понимаете? Вам не надо давать через церковь, как моя сестра, через церковь деньги. Какие деньги через церковь? Откуда ты знаешь, куда они пошли? А вот тут они идут куда? Туда, в Армению? Туда кормить, поить, одевать, обувать, образовывать. Да, будут платить налоги государству армянскому, а почему нет? А почему их не надо платить? Их надо платить. Армянскому государству нужны налоги для содержания государства. Вы меня понимаете, что я вам говорю или нет? А? Вы понимаете, что мы убережем этих детей армянских от кошмара мировой цивилизации? От этого, как вот этот журналист сказал, он будет защищать этих гамосеков и этих... Вы меня извините, кого? Это, между прочим, биологический термин педорастия. Он их будет защищать. Ребят, вы меня понимаете? Пускай защищает. Мы уйдем от этого. Мы уйдем от этого. Мы уйдем от этого кошмара. Мы вытащим наших детей из Запада. Привезем их в Армению. Они вернутся на Запад. Ну, пускай возвращают. Какая вам разница? Армения должна стать штаб-квартирой армянского народа. Тут появляются браки, контакты. Тут начинаются переезды отсюда туда, оттуда сюда. Америка, Франция, Англия, Германия больше не будут недоступной мечтой для армянского народа, потому что это все наше. Это наше Айкумена. Мы живем везде. Вы меня понимаете? Вы понимаете, что я вам предлагаю? Вы понимаете, какие деньги на руках у армян здесь, в Соединенных Штатах, которые тратят на поездки в Джамайку? Ребята, что вы делаете, армяне? Вы думаете о своих детях? Вы думаете о своей родине? Вы думаете, какой может быть удар, так сказать, в области экономики, образования, в области снижения противостояния? Вот это ара Шуртвац. Заткнитесь! Мы американские армяне, мы Шуртвац для вас, идиоты несчастные. Мы в вашем боли кровь. А те, кто живут в России, это Шуртвац. Сумасшедшие вы. Кто вам? Какой Пинхас? А? Семенович? Пинхас Семенович Каушинский навязал эту идею. Шуртвац. С чего вы взяли, что это правда? Идиоты. Предатели вы. Кто так говорит? Предатели вы. На колени перед Богом. А у вас Бога нет. Если он у вас был бы, вы бы так рот не открывали. Сказал свое? Закончил. Перехожу к самому главному. Существует три вида. Три вида. Пока вот в моем понимании существования армянской расы на этой планете. Давайте начнем с перечисления. Первый вид. Это то, что вы имеете в Армении сегодня с журналистами, компанией. То, что вы имели в Арцахе. С этими ворами, с этими бандитами, с этими уголовниками, которые имели контакты со всем миром для того, чтобы зарабатывать бабки. Итак, вы имеете то, что вы имеете. Разве это плохо? Нет. Разве это хорошо? Нет. Это то, что есть. Осуждать вас нельзя. Точно так, как нельзя осуждать азербайджанцев, грузин, турков, казахов, киргизов, монголов, китайцев. Не наше дело. Смотрите в свою тарелку. Не осуждайте никого. Армения находится на 36-м уровне в числе стран по демократии. Да заткнитесь! Я, кстати, просто к слову сказал на 36-м. Вы или находитесь в демократии, или ее просто нет. О каком 36-м, 75-м, 150-м месте идет речь? Вы что, с ума сошли? Вы говорите про демократию в Армении? Вы что? Может, вы хотите сказать, что в Соединенных Штатах есть развитая полнокровная демократия? Ну, успокойтесь уже. Она есть на определенном уровне. Она прекрасно работает. Спасибо за то, что это дали людям. Мы живем в правовом государстве в Соединенных Штатах. Мы живем в правовом государстве во Франции, Швеции, Ирландии, Норвегии, Исландии. Это правовые государства. По-английски называется Rule of Law. Constitutional State. Государство. Что такое правовое государство? Правовое государство это то, в котором все, кто здесь живут, подчиняются закону. Если вот ты, конгрессмен, едешь в своей машине пьяный, тебя остановили, на тебя оденут наручники, тебе не поможет, у тебя иммунитета против этого не будет. Ну, во всяком случае, идеально. Я хочу сказать, что это и есть правовое государство, когда все, включая президента Соединенных Штатов, помните Никсона, помните его безобразие с подслушиванием штаб-квартиры демократов. Чем это кончилось? Ну, скажите мне, правовое государство или нет? Конечно, конечно. Еще раз. Давайте я еще раз скажу и остановлюсь. Вот до этого уровня оно правовое. А вот что делается там, как мне мой близкий человек в Сарцах 44 сказал, и у вас нет правового государства. И он был в каком-то смысле прав, потому что там наверху диктатура. Тех, кто взял власть в руки, все правильно. А вот внизу народ об этом не знает. Оно правовое. Ну, по всей видимости, так устроен мир, что существует откровенная диктатура, наглая диктатура. То, что делается в Армении, в Азербайджане, в России, в Грузии, в Карабахе, в Казахстане. Это наглая, откровенная диктатура. Ну, в Армении кто-то финансировал там сто с лишним. Ребят, вы сами подумайте. Сто с лишним партии. Вы что, одурели что ли? Какие сто с лишним партии? Кто вас субсидирует? Кто за вами стоит? Диктаторство есть диктаторство. В диктаторстве человек, кто находится в управлении, он бессменный. Ну, все, ну, больше ничего не нужно. Хорошо, что здесь сообразили те вот упыри, которые управляют западным миром, сообразили, что для того, чтобы окончательно обмануть народ, надо, чтобы власти находились только четыре года или восемь лет. Для меня неприемлемо то, что делается в Армении. Для армян, которые живут в Армении, видимо, это приемлемо, поэтому это и есть. И призывать к свержению законного правительства Армении это преступление. Пашинян законный руководитель Армении. Он избран народом. И ничего вы с этим сделать не можете. То, что мне не нравится, это мое личное дело. Я там не живу. Если вам не нравится, уезжайте оттуда или в законном порядке приводите к власти то, что вам нужно. А если вы это не делаете, то вы имеете то, что вы имеете. Правда? Поэтому призывать к свержению правительства мы это преступление против армянства. А вот призывать к общеармянскому диалогу по этому поводу, правовому диалогу с участием диаспоры, которую диктатор, журналист не подпускает в Армению. А! Это другое дело. Почему? Потому что если армяне начнут говорить все вместе, не надо будет его или их или кого-то убирать. Они вынуждены будут сами уйти. Вот и все. Дать им какую-то там пенсию там, пускай живут где-нибудь в каком-нибудь там какой-то деревушке. Ну, послать их надо в Азербайджан всех. Пускай живут с ними. Это замечательное место для жизни этих представителей неармянской расы. Я не знаю, кто они. Они для меня неармяне. Они не ГЖД, они не те, кто заслуживают моего внимания, чтобы я на них смотрел снизу вверх. Помните эту фразу? Итак, это один вариант. Второй вариант мы имели. У нас у власти не совсем давно находился человек. Маму, четыре года находился у власти. Вы помните, когда произошел расстрел парламента Армении? Я не буду называть имена, я говорю то, что есть. Вы помните расстрел парламента Армении? Когда убили благородного Демерчана, когда убили благородного Вазгена и благородных других людей, имена которых я просто сейчас говорить не хочу. Мне жутко становится от этого. Это было время чего? Вот именно. Диктаторство. Но, оно закончилось. И вот как только оно закончилось, то, что было создано за четыре года, сразу рухнуло. Понимаете? То, что я вам говорил по поводу диктаторов, оно рухнуло. Было бы хорошо, чтобы это диктаторство сохранялось против того, что мы имеем сегодня. Похоже, да. Похоже, да. Это парадокс. Похоже, если бы то, что руководила Армению, вот эта группа, при которой парламент был расстрелян, остались бы в руководстве, сегодня нам, наверное, было бы лучше, чем то, что есть сейчас. Это парадокс, это противоречие, это идиотизм, но это правда. Если вас это устраивает, вот он, Павлова в Германии находится со своей командой, позовите его обратно. А есть третий вариант. Знаете, какой? Правовое государство. То, что есть идея правового государства, существует среди псевдоцивилизованных народов. Англичан, французов, немцев, американцев, шведов, псевдоцивилизованных народов. Потому что тысячу лет назад они были дикарями. Ну, вспомните, скандинавы, ну, не надо мне дальше идти, ребят. Дикари. Вы называете азербайджанцев дикарями. А это что было тысячу лет назад? Вы называете турков дикарями? А сегодняшняя псевдоцивилизация этих дегенератов, скандинавов, которые творили такие чудеса в Европе, это что, было хуже или лучше турков? Это было то же самое страшное дело. Поэтому не надо, не надо, ля-ля, не надо пальцами тыкать, а вы мне скажите другую вещь. А тысячу лет назад армяне вторгались на какие-нибудь территории, резали, убивали кого-то. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Известно в истории армянской расы физическое изничтожение аннигиляции других народов. Точка! Ну, а вы все, конечно, дикари. Ну, не обижайтесь, ребят. Вы дикари. Ну, как только вы начнете обижаться, значит, вы поймете, что вы дикари, но у вас есть шанс на спасение. У мусульман, я думаю, ваша мечеть, у нас у христиан, я думаю, церковь, ну, у всех у нас вместе, у всех у нас вместе элементарное правовое государство, порядочность. Государство, которым есть закон, не диктатура, а закон. Пускай закон будет вашей диктатурой, закон, которому будет подчиняться все подряд. И вот если ты думаешь, ты такой умный, этот закон тебя размажет по стенке. Вот я вам предлагаю правовое государство в Армении. Думайте, армяне. Кто-то говорит о том, что исчезнет Армения. Вы что, ребят, серьезно? Серьезно, ребят? Я сейчас вернусь к этому. Я сейчас к этому вернусь. Итак, правовое государство зависит только от армян. Вам его никто не подарит. Это вы невежды армянские. Ага. армянские невежды. Которые не хотят понять, что вот ваши растопыренные пять пальцев или ваша вера в великого лидера – это ваше поражение. Ваша вера может быть… Ну, я вот приму вашу веру в Христа, к примеру. Я скажу, ну, ладно, вы верите в Христа, но слава Богу. Ваша вера в закон у вас отсутствует. Вы потеряли веру в закон. Вы потеряли веру в права человека. Вы потеряли веру в свободу. Те, кто не потерял, они оттуда сгинули. Даже как из России, так как из Азербайджана, из Грузии, из всех этих стран, они нашли приют на Западе. Псевдодемократии в надежде, что это будет вечно. Не будет вечно. И это разрушат. Что делать? Возвращаться в Армению на базе законности, правопорядка, правосудия, правового государства. Вы что думаете, это я такой умный? Нет, это такой умный, наш замечательный лидер, представитель правительства Западной Армении в изгнании, благородный парон Арама Картычан. Я повторяю, благородный парон Арама Картычан. Вы видите этого человека, он в видео делает то, все. Вы понимаете, кто этот человек? Вы еще одного такого человека знаете в истории армянского народа, в последний? Вы слышите, что Бунг говорил, Америка, приди, помоги, да, приди, помоги, русские, будьте вы правы. Вы слышите, чтобы этот образованный человек говорил бы эту ерунду? Или говорил бы, пойдем убьем всех азербайджанцев, мы победим их всех, убьем всех евреев. Вы слышите эту чушь свинячую? Сколько можно, сколько можно издеваться над здравым смыслом? В нем сидит объединяющее начало. Такие люди, как он, в результате будут способствовать объединению сознания нового армянского государства. Правового. Правового. Вот такие дела, ребят. Вот такие дела. Это то, о чем я хотел сегодня с вами говорить. и сказать, что у нас альтернативы правовому государству существованию в Армении нет. Кого бы мы могли попросить помочь нам в этом вопросе? Ну, сейчас вы скажете Соединенные Штаты. Нет, я категорически против. Я вам объясню, почему. Я американец, я люблю свою страну, я обожаю Соединенные Штаты. Я люблю Соединенные Штаты точно так, как и люблю свою Армению. Я благодарен этой стране Соединенным Штатам, что они есть. Но подобного рода правовое государство, как здесь, в Армении, я не хочу. Сейчас я вам объясню, почему. Можно? Мы слишком маленькая страна, чтобы копировать империю. Но у нас есть пример для подражания. Весь мир Арцах 44, тот замечательный человек, который руководит этим каналом. Арцах в конце нашего разговора о будущем Армении сказал, что нам, армянам, нам цивилизованной, интеллектуальной, доброй расе, надо принять во внимание уроки человечества. Это не мои слова ради Бога. Я поддерживаю слова моего друга. Я знаю, что я у него не спросил разрешения называть его первое имя. Поэтому я говорю, человек, который владеет каналом Арцах 44. этот замечательный наш благородный армянин, который кровь лил свою за свой народ, лил кровь и слезы и тело свое отдавал своему народу, сказал мне, что он считает, что нашему народу необходимо взять самое лучшее все, что есть на свете, проанализировать, взять в себя и применить конкретным условиям армянской расы, духовным, культурным, душевным, духовным, культурным, душевным, социальным. И тогда я добавил, я сказал, мне можно добавить, то есть создать не демократию, а армянократию. Была пауза. Он не ожидал. То есть я хочу сказать, понимаете, есть консенсус, есть консенсус, и люди, кто были там, 20-30 человек слушали, все молчали. Почему? Потому что на них начинает доходить, что не судьба нам ни в диктатуре, ни в журналисте, судьба нам в цивилизации. И люди начинают это понимать. А цивилизация это правовое армянское государство. Понимаете? Пример этого государства я сейчас вам дам. Франция. Не покупать у Франции ракетно-радарные установки, чтобы убивать азербайджанцев и турков. Это отдельный, совершенно не имеющее никакого отношения к великой армянской цивилизации вопрос. Мы говорим, Франция, посмотрите, что это за необыкновенная страна. В ней у власти находятся интеллектуалы, люди, которые управляют страной, независимо от их национальной, расовой, религиозной принадлежности, если у тебя есть интеллект, если твоя аттестация разрешила тебе стать министром иностранных дел Франции, если твоя аттестация или-или главным помощником министра иностранных дел Франции, бессменным, потому что аттестация тебе помогает, тебя сменить невозможно. Но Петрушку поставить, здесь же тоже была Медленн Олбрайт, которые спросили, а вы еврейка? Она сказала, вы знаете, недавно только узнала, что я еврейка. Она была министром иностранных иностранных. Вы понимаете, с чем мы дело имеем? Вы же понимаете, что Соединенные Штаты и Министерства иностранных дел управляют тоже весьма просвещенные люди, а не те, кто вот этот Блинкин и так, вы ребят, ну хорош, а? Вы же понимаете, что там сильные умы стоят? Так вот во Франции во всех областях находятся интеллектуалы без расово-национального, религиозного, этнического, генетического. Вы меня понимаете? Там находятся люди, которые прошли аттестацию, которые заслужили доверие французского народа, французского народа. А вот в официальной власти там находятся те, кто там, как они договорились, какая партия, а страну ведет вперед великая французская демократия. Равенство, свобода, понимаете? Благополучие. Что-то нам надо взять у них. Ну а другие элементы у наследствия других стран. Ну а со всем этим делом, с правовым государством, когда к власти в стране, кто бы там у власти сверху не находился, журналисты, и так далее, когда ключевыми позициями в стране будут заниматься специалисты, то есть мы слышали там где-то в Российской Федерации кто-то то ли хозяин мебельной фабрики, то ли хозяин мебельного магазина являлся или является министром обороны. Ребят, вы меня понимаете, куда я иду. Я слышал в Армении, что там был кто-то такой, который был очень большим генералом и так далее, у которого там какие-то зоопарки были, какую-то ерунду слышал, который в жизни своей был водителем маршрутки. Вы понимаете, куда я иду или нет? Нужны специалисты, ребят, во всех областях. Вы посмотрите, кто работает в системе безопасности Армении. Вы посмотрите, кого они сегодня поставили. Там какая-то внешняя разведка. Ну что, ребят? Ребят, ну хватит издеваться. Ну хватит. Так далеко и страну и потерять. А теперь последний. На этом мы закругляемся. Значит, страх. Страх, то, что нам навязывается систематически последний, я бы сказал, 30 с лишним лет, особенно арцакцам, то, что навязывается внешними силами при посреднической правительстве Российской Федерации, естественно, которая полностью на стороне внешних сил и управляем внешними силами. Вы меня понимаете или нет? Я надеюсь, вы меня понимаете. А где Путин? Итак, ребят, ребят, слушайте, ребят, и таким образом посели страх в сердцах армян. Страх мы боимся. Сегодня говорят о том, что вот эти вот, которые живут там на Абшироне, они придут и уничтожат Армению. Армения как страна исчезли. Ребят, вы серьезно? Дайте мне пример, пожалуйста, прекратите. Дайте мне пример, где за последние 120 лет страна, которая была утверждена Лигой Наций, подтверждена Организация Объединенных Наций, исчезла, потому что туда кто-то вошел и сказал, тебя больше не будет. Вы не думайте, что это такого прецедента в истории человечества за последние 120 лет нет. И почему это должна быть именно Армения? И почему это должно быть сделано руками людей, которые даже не знают, где это Армения находится? Скорите. Они знают, где их помидоры находятся, это радо. Вы думаете, что международное общество скажет, да-да, идите в Армению, пускай вот там завтра Грузия пускай исчезнет. Кого там еще бы завтра исчезнет? Кого бы исчезнет завтра? Вы понимаете, эта структура, которая существует без разрешения Абшарона или этих Чудиков, которые живут в Константинополе, эта структура существует без их разрешения. И без разрешения Российской Федерации, понимаете, и без разрешения журналиста, оно существует, потому что есть правовое международное состояние, в котором это есть. Поэтому никто не имеет права вопреки тому, что существует, какой закон работает на этой земле, делать что-то подобное. Это повлечет за собой последствия, причем катастрофические я думаю, маленький пример, вот я живу здесь, вот сейчас вот я здесь живу, а вот тут вот очень богатый человек, миллиарды у него, у него мешки золота. Я взял автомат, пришел, перестрелял его семью, захватил все это, и сижу там с этим автоматом. Вы как думаете, власть не придет, а со мной разбираться? Вы меня понимаете или нет? Я на землю вас хочу опустить, Армения исчезнет, как говорят мои товарищи, которые нам не товарищи, Азохан Вей. Вот так, ребята. Спасибо вам большое за внимание. У меня не было времени сегодня заниматься никакими чтениями. Хочу показать вам необыкновенную книгу, которая наконец-то ко мне пришла. это тот великий, замечательный армянский проповедник и священник, который чудом, чудом, когда он был арестован в Стамбуле, чудом выжил. Как он выжил? Как этот человек выжил? Для меня секрет. The Follow of Ataman. У меня нет времени сейчас читать это. Я хочу закруглять программу на замечательный Маштоц. Вот его книжечка. Я буду продолжать это. Я не собираюсь останавливать свои образовательные лекции. Просто сегодня я вам дал необыкновенную лекцию с маленькими комментариями, с маленькими идеями. Лекцию тезисов, над которой вам надо будет всем подумать. Подумайте. Распространяйте мои видео. Ребята, вы знаете, я, наверное, единственный человек, который не подал на Ютубе на так называемую монетизацию. Вы не обратили внимания? На никаких реклам нет, ничего. Вы как думаете, почему? Вы ответьте себе сами на этот вопрос. Распространяйте мои видео, посылайте друзьям, посылайте знакомым. Я – это вы. Вы – моя боль и кровь. Я – ваша боль и кровь. Распространяйте меня среди армян. Кап, кап, кап. Пускай стучит это в башку наших тугодумов. Нам надо объединяться. Запросто объединимся. Но распространяйте эту информацию, ребята. Я вас очень люблю. Я вас очень всех люблю. И я очень за всех за вас переживаю. И мое сердце, моя душа, мое все, только с вами. Не верите? Спросите у моего друга Рамы Бакартичана. Спросите у моего друга, имя которого я не называю, руководителя Арцаха 44. И он вам скажет, как я предан моему драгоценному народу и как я предан современной цивилизации миру, благополучию, процветанию. И, кстати, если у вас, у азербайджанцев или у русских появится желание ко мне вернуться с нормальными человеческими разговорами, милости прошу. Делом займитесь, а? На английском это звучит так. Get a life. Get a life. Adióh, Hutsun. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...